Душа Баяна в областном центре. Накануне отборочный концерт фестиваля состоялся в Самаре. На него заявилось такое количество участников, что прослушивание длилось несколько часов. Лучшие моменты в материале нашей съемочной группы. Напомню, что телерадиокомпания «Губерния» является информационным партнером фестиваля «Душа Баяна». То, что происходило в фойе Дома культуры «Заря», иначе как музыкальным безумием, не назовешь коллективы, солисты, множество инструментов, репетиций на все лады. Фестиваль «Душа Баяна» в Самаре собрал более 70 заявок, а это порядка 300 участников. Это и оркестры, и ансамбль баянистов, и народные ансамбли, и солисты, и дуэты. То есть разнообразие потрясающее. Я думаю, что это действительно такой вот интересный баянный праздник для города. Члены жюри областного фестиваля «Душа Баяна», который проводится по инициативе главы региона, посетили уже 19 площадок. Как правило, это были районы губернии, городские округа, где профессиональных артистов немного, все больше самоучек. В Самаре же картина совершенно иная. Инструменталисты с классическим образованием и абсолютной уверенностью, у них все шансы попасть на гала-концерт и получить главный приз – баян итальянского производства. Нас все-таки этому учат уже с детства, а они пытаются что-то сами сделать, что-то скопировать. Но нам больше техники прививает и больше музыкальности. Но зато они, возможно, играют больше с душой, чем мы. Прослушивание в Самаре продолжалось несколько часов, но для участников конкурса этот концерт еще не финальная точка. Из-за большого количества претендентов отборочный тур решили разбить на этапы. Это еще не значит, что именно с этого концерта пойдут сразу на гала-концерт. Это значит, что с этого концерта пойдут еще на второй отборочный, потому что в Самаре, это 9 районов, это большое количество участников. Столько участников, сколько я сейчас увидел в фойе, я не видел, наверное, еще действительно ни в одной из точек, которые мы объездили. Анна Ивахина, Сергей Александров, Новости губернии.